Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Своё и исцелил их, и избавил их от могил их. Давайте благословим друг друга. Наслаждайтесь миром Божиим. Вы — благовестник, спасающий эту эпоху. Давайте вместе унаследуем то пустынное наследие, которое Бог нам дал. Благословляю, чтобы, как мы прославляли, чтобы действительно то Слово, которое мы постоянно слышим, то Слово стало тем Словом, которое нас оживотворяет. И в нашей жизни мы встречаемся с разными трудностями и проблемами, но какие бы трудности и проблемы ни происходили, нам с вами важно помнить, кто мы есть, и помнить, кто есть наш Бог. Правильно ведь? Потому что если мы осознаем, помним, что мы есть чадо Божье, дети Божьи, сколько бы нам лет ни было, кто помнить, что с нами, вместе с нами, с каждым из нас пребывает Бог, и вместе с нами вместе пребывает Бог. И поэтому, какая бы проблема ни случилась, что бы ни случилось, даже если я что-то не так сделал, Бог, Он сделает так, чтобы тем любящим Его всё содействовало ко благу. И Бог, Он всегда действует Словом. Поэтому и Слово на сегодня, которое мы с вами читали в Псалме, также там говорится, что Он, Господь, посылает Слово Своё и избавляет. Поэтому я благословляю, чтобы мы на этой неделе, и не только, но и на всей жизни нашей, смогли наслаждаться этим благословением, наслаждаться благословением, что мы можем слышать, что мы можем принимать Слово Божье, и что Бог Словом Своим, Он действует, и Он избавляет нас. Если мы проанализируем свою жизнь, то мы увидим, что нами движет то, что находится внутри нас. То есть в зависимости от того, что внутри меня есть, какие слова, чьи слова внутри меня, то это и становится для меня стандартом принятия решений, критериями суждений. Также это становится тем, что направляет мою жизнь. И поэтому, если действительно наша жизнь не организована, не упорядочена в соответствии со Словом Божьим, по Слову Божьему, то, несмотря на то, что мы верующие люди, несмотря на то, что мы даже дети Божьи уже, и мы в конечном итоге будем жить так, как жили до того, как приняли Иисуса Христа как своего Господа Спасителя, даже хотели, чтобы Господь действительно был нашим Господом. Но если не будет упорядочено Слово в нашей жизни, организована жизнь по Слову Божьему, тогда мы будем ввлекаться тем, что делает мир, что делают другие люди. Таким образом, мы видим в Библии примеры также людей, жизнь которых была устроена по Слову Божьему. Что это означает? Это означает, люди, которые получали водительство Святого Духа, и тогда в их сердце был мир, несмотря на то, в каких бы обстоятельствах они ни оказывались, подобно тому, как и Иосиф, один из примеров может быть, поэтому Иосиф, он не отчаивался, он не впадал в депрессию, он не стал искать каких-то возможностей сбежать, изменить что-то. Не означает, надо жить, живя по течению, но тут важно понять, как говорится в жизни, если это действительно течение Слова Божьего, тогда как раз-таки нам нужно идти, находясь в течении этого Слова Божьего. И поэтому, несмотря ни на какие обстоятельства, мы видим, Иосиф даже оказался в тюрьме, но он знал точно, кто он есть, и у него было понимание, что есть Божьим желанием в отношении него, в отношении израильского народа уже тогда. поэтому он знал, что Бог желает, чтобы сохранить завет и передать это. И поэтому, что необходимо нам? Посмотрите, как верующие, также ранней церкви, они были люди, и мы такие же люди, как мы, мы такие же люди, как они. Тот же Дух Святой, который был внутри них, точно тот же Дух, пребывает вместе со мной, внутри меня, внутри каждого из нас. Но почему тогда мы так злимся, почему обижаемся, почему разочаровываемся, беспокоимся, жалуемся, из-за даже каких-то небольших проблем? Мы чем-то отличаемся от них? Или же, давайте скажем, они, может быть, чем-то отличаются от нас, какие-то более особенные? Или же на тот момент Слово было какое-то другое для них? Нет, не в этом дело. Дело в том, что действительно ли мы сосредотачиваемся на Слове Божьем? Действительно ли мы уделяем время чтению, размышлению над Словом Божьим, общению по Слову Божьему, и также молитве по Слову Божьему. Потому что, если мы смотрим Первую апостольскую церковь, там сказано, каждый день они пребывали в общении, учении апостолов, общении, молитве и хлебопреломлении. Поэтому и результат в итоге того, каким образом слаживалась жизнь, отличался. И ответы, которые они получали, также отличались. Давайте вместе прочитаем еще раз 19 стих, там сказано. «Но воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их». И 20-й послал Слово Своё и исцелил их, и избавил их от могил их. Что есть ответ, который Бог нам дает? Может быть, это если у нас нет денег, мы молимся, Бог, дай нам деньги, Бог дает деньги, и это ответ. Или же, если есть какая-то болезнь, мы молимся, Бог, исцели нас, Бог исцеляет, и это ответ. Это тоже можно назвать ответом, конечно же, если нет денег, и Бог дал деньги, или же другое в чем-то, но это ли действительно настоящий ответ? Это ли тот ответ, который Бог желает действительно дать? Это ли является только ответом, который Бог приготовил для нас, или у Бога есть что-то большее для нас? Может быть, вот эти ответы, которые мы говорим, деньги, или же здоровье, это то, что вообще-то естественным является, то, что не ответом должно быть для нас, а то, что естественным образом жизни должно быть. не так ли должно быть это в нашей жизни? Разве об этом молились Первопостольская церковь, люди, верующие Первопостольской церкви, и не только? Нам важно понимать, кто мы есть, важно понимать, какие ответы, действительно, ответы Бог приготовил для нас. Для нас самым важным и действительно истинным ответом это есть совершение Слова Божьего, или когда наша жизнь находится в течении Слова Божьего. Если наша жизнь неорганизована согласно Слову Божьему, тогда невозможно, чтобы мы шли в Слове Божьем и, соответственно, происходило совершение Слова Божьего в нашей жизни. Поэтому первое, о чем мы говорим, это о том, что наша жизнь, моя жизнь должна быть в течении Слова Божьего. Многие люди, ну, что говорить, как бы многие люди, мы сами, мы так живем, что послушали Слово Воскресенье либо же в другой день на проповеди, послушали, получили благодать, получили какие-то впечатления, может быть, настроение поднялось, может быть, еще что-то. И уже на следующий день мы даже, может, не вспомним, даже не может, а так и есть, не вспомним даже и название проповеди, и вообще, какое послание Бог дал нам через это, что Бог желал сказать нам и нам, как церкви, и каждому из нас лично. Мы можем запомнить, например, какие-то интересные примеры, о которых пастор говорил, истории, какие-то забавные или трогательные истории о чем-то, но нам важно не просто вот истории или же примеры, они лишь помогают, чтобы подсветить вот это вот то, что Бог желает передать, но поэтому нам нужно не просто душевно себя настраивать, нам нужно настраивать себя на том, чтобы услышать голос Божий через это все, чтобы действительно мы не просто слушали пастора и там пастор действительно что-то, потому что есть пастора, которые проповедуют это не то, чтобы это плохо, это хорошо тоже так проповедовать, чтобы люди слушая и там плакали, слушали и там смеялись, это тоже хорошо, потому что, конечно же, у нас есть дух, душа и тело, но если верующие просто вот это только остается в них, посмеялись, поплакали, пошли и забыли все и не выявили то, что Бог приготовил для них, тогда, конечно же, такого, как бы, действительно, можно сказать, изменений в жизни либо же духовного роста и что самое главное, не будет жизни в течение Слова Божьего, потому что нам важно находиться в течение Слова Божьего, важно выявить то Слово, которое Бог дает для меня, дает для Церкви в целом и дает для каждого из нас лично и чтобы следовать этому Слову, то есть Бог дает Слово, я по этому Слову иду, то есть вот течение Слова Божьего это означает я каждое воскресенье, каждое богослужение я получаю Слово Божье как подсказки для меня как направление для меня как какие-то особенности, которые Бог знает мою ситуацию, мои обстоятельства и это то Слово, которое Бог дает, чтобы я мог жить не просто как мы говорили вот в своем каком-то занят своими проблемами. Эти проблемы как раз и приходят, потому что мы пытаемся сами жить и пытаемся жить вот в этом всем. А Бог хочет, чтобы мы делали дело Божье, чтобы мы стояли как стражи молитвы, чтобы мы вели духовную войну, чтобы мы были источниками света и благословений для людей, которые есть на машине статисты. Поэтому Слово скафедры это как раз то, что приходит в нашу жизнь. Это то, за что нам необходимо держаться. И поэтому Бог, Он также изначально, когда мы смотрели, смотрим Бытие 3 главу 15 стих, Бог также дал ничего другого. Он дал Слово, за которое необходимо держаться. Слово, которое стало направляющим в жизни людей. Бытие 3 глава 15 стих это то, что придет Господь, придет Мессия, который решит проблему греха и который решит проблему дьявола. Потому что иначе почему так Бог сделал? Потому что не нашими какими-то усилиями, не каким-то чем-то другим мы можем решить те проблемы, которые появляются как результат чего? Как результат того, что люди разделены с Богом. Как результат того, что люди живут как грешники. То есть не как грешники, а живут грешниками, по сути. Потому что грешник — это тот человек, который много согрешает. грешник — это тот, который разделен с Богом, в котором нет Духа Божьего. И поэтому вместо Духа Божьего грех. И поэтому мы созданы по образу Божьему в результате того, что дьявол поддались обману дьявола как человечества и оказались в плену закона греха и смерти. Стали узниками. И даже мы не можем жить так, как я хочу, даже если посмотреть в целом даже на жизнь свою, на жизнь людей. Разве люди живут так, как они хотят? Может быть, какой-то промежуток времени — да. Но в целом ведь нет. Поэтому почему не получается даже так, как планируешь и хочется, потому что есть дьявол, есть существо, которое и есть источником тем, который первый согрешил, тем, который ввел в грех людей, который и есть началом всего, что мы называем грехом, потому что он эгоцентризм. Все, что он делает, это направлено на удовлетворение себя и своего того, что ему хочется. И вот поэтому Бог сказал, что придет, дал нам завет, о том, что придет Христос. Это есть как бы протоевангелие, если правильно так сказать, словом, это о том, что придет Мессия, придет Христос, который сокрушит дьявола в голову, сокрушит дела дьявола, то, что и совершилось в итоге. И все последующие книги и бытие и последующие книги, они есть объяснением всего этого, то, что началось в бытие 3 главе 15 стихе, объяснением и предоставлением доказательств того, что вот это слово как бы пророчествами, уточнением и всего-всего того, что Бог дал. Поэтому, когда мы смотрим в отношении, что следовало дальше, мы видим Каина и Авеля. Мы видим, что стало причиной жизни Каина, той жизни Каина, которой он жил. Это то, что он не держался за... Он потерял смысл бытия 3 главы 15 стиха. И поэтому, что он сделал... Каина это был тот человек, первый человек, через который религия пришла в жизнь. Когда он своими усилиями стремился, не осознавая, в чем есть духовная проблема, стремился каким-то образом получить благословение от Бога. То есть, пытался заслужить, как-то пытался показать себя правильным или хорошим. может быть, у него были как бы с точки зрения человека не какие-то плохие намерения. Но в итоге к чему это привело? К тому что к убийству своего брата, потому что появился гнев, появилась зависть, появилась... А это все результат чего? Непонимание того, что не я своими силами, не я своими стараниями что-то могу решить, проблему греха, проблему... Это то, что и Бог ему сказал. тебе нужно властвовать над грехом. Чем? Посредством жертвы греха. Жертвы крови, чтобы победить грех. И поэтому дальше мы смотрим Бытие 6, а также глава. Эпоха Исполинов. Это уже культура, которая... Культура людей, которые потеряли завет, которые поклоняются Иголам, то есть поклоняются даже людям, которые... Какие люди? Те, которые, по сути, не Духом Божиим вадимы. Нефилимы, это не просто великаны какие-то, это не просто какие-то ангелы падшие. Это люди, которые и в эту эпоху, и сейчас также существуют и живут. Это люди, которые получают духовную силу через... посредством одержимости злыми духами. им не означает, что они выглядят какими-то злыми с точки зрения даже людей, но это те люди, которые могут иметь знания определенные, какие-то способности, которыми они влияют на этот мир и признаются такими, как выдающимися какими-то людьми, но по сути они уводят людей еще дальше от Бога и через них дьявол их использует, чтобы увести еще больше людей от Бога. Поэтому формируется... Мы живем с вами в чем? Коррумпированной культуре, в той идолопоклоннической культуре, и люди по сути мысли людей зло во всякое время это означает, что люди все, что бы ни делали, они делают с точки зрения эгоцентризма. И точно так же мы смотрим... То есть они смотрят, чтобы получить, что выгодно для меня, что хорошо для меня, потому что никто про меня не подумает. Дальше мы видим Бытия 11 глава, точно так же. Вавилонская башня это то же самое, что продолжается и сейчас, когда люди стремятся достичь успеха, которые стремятся без Бога показать, что сделать имя себе. Это в итоге культура противостояния Богу. что мы видим в отношении дальше произошло, когда мы смотрим Бытие после Иосифа. Пришел фараон, который не знал Иосифа. В итоге люди, израильский народ, что случилось с ними? Они попали в рабство. И так же, почему это случилось? Потому что упущение завета, упущение понимания, что есть действительно жертва крови. И что вообще это означает? И вот через Моисея Бог восстановил понимание завета, понимание того, кто есть израильский народ, какой завет заключил Бог с Авраамом, Исааком, Иаковом. Что есть миссия израильского народа была? Это сохранить завет и передать этот завет следующему поколению и так же передать другим народам. Это то, что тот завет, который упускают даже и христиане сейчас. Потому что после того, как мы смотрим историю церкви, когда мы смотрим, когда первоапостольская церковь держалась этот завет, но потом упустила этот завет. Церковь упустила этот завет. И поэтому пришла религия. Когда мы смотрим эпоху Средневековья, что случилось в это время? Это то, что Евангелие практически исчезло. Не было людей, провозглашающих благую весть. И поэтому уже более 500 лет прошло со времен реформации, религиозной реформации, которую Бог произвел через Мартина Лютера, человека, которому Бог открыл, который осознал, что все эти храмы, кафедральные соборы, все, что это построено людьми, это просто здания, которые по сути есть пустыми, в них нет, не провозглашается Евангелие, не провозглашается Слово Божье. Люди не знают Слова Божьего, не читают, не могут читать, потому что это все держалось в какой-то тайне на латинском языке, либо же на старославянском, если взять уже даже православие, в наших русскоязычных странах, и не только. Поэтому что необходимо нам с вами? Нам нужно действительно, чтобы эта Евангелие восстановилась также в моей жизни, чтобы я находился в течении Слова, чтобы выявить, что есть то, о чем Бог желает, чтобы я молился. Не мои какие-то то, о чем я, чего я хочу, а действительно найти, потому что Бог, что для Бога самое главное на этой земле, это спасение людей, что желает Бог, чтобы все люди спаслись, достигли познания истины. О чем сказал Иисус Христос? Идите до края земли, найдите учеников, не идите и закройтесь где-то и сидите и переживайте о себе. Нет. Идите ко всем народам, проповедуйте, светите светом Евангелия. Бог дал нам власть сокрушать силы тьмы. Бог дал власть связывать силы тьмы. Благословил нас провозглашать, проповедовать Царство Божие. И Он все для этого нам дал и сказал, я пребуду с вами во все дни до скончания века. И жизнь веры это не жизнь постоянного раскаяния, покаяния и жизнь, что постоянно думать, я ничему не годен, я слабый, я грешник или еще что-то. Да, мы имеем греховную сущность, Бог это знает, поэтому Он, как, смотрите, притча про блудного сына, когда вернулся Он, что сделал Отец? Он дал Ему, покрыл Ему одежду, дал Ему одежду, покрыл, и Он уже сразу стал не просто как нищий или бомж, Он стал, восстановил свой статус. Точно так же нам, как в 3 главе 21 стихе, даны одежды кожаные, то есть мы покрыты праведностью Христа, поэтому это не та жизнь, которая Бог желает нам жить. Нам нужно посмотреть, опять-таки, как жили первопостольская царковь. Посмотрите, в отношении Петра, в отношении первопостольской церкви. Что Петр сказал, когда они с Иоанном шли и увидели Храмова, то есть они видели Его до этого, но когда пришло действительно к ним осознание, понимание, что есть действительно проблемой, что есть действительно то, в чем нуждается этот человек, поэтому они и сказали, золото, серебра нет у меня, что имею, то даю, во имя Иисуса Христа на заре, встань и ходи. Они знали, что человек, когда мы говорим, что все проблемы человека решаются, если принять Иисуса Христа, то это не обман, это так и есть, но с чего начинаются решения проблемы? Если проблемы этого человека связаны с духами, какими-то злыми духами, которые связывают его, которые приносят болезни в этого жизни этого человека, тогда, приняв Иисуса Христа, этот дух не сможет уже быть в этом человеке. И вот это есть жизнь веры нашей, когда мы наслаждаемся свободой в Иисусе Христе, когда мы продолжаем находиться в истине, потому что эти злые духи, они могут вернуться, они не могут уже внутрь человека этого выкинуть, но они могут беспокоить этого человека, они могут обманывать человека и нас точно так же. Поэтому нам нужно жить по-настоящему жизнью веры. Поэтому нам нужно Слово Божье, чтобы мы наполнялись Духом Святым, чтобы мы точно могли убеждаться каждый раз, кто мы есть, чтобы убеждаться в том, кто есть Бог, в чем есть желание Божье, чтобы слушать голос Божий и знать, о чем нам необходимо молиться. И поэтому сказано ведь, ищите прежде Царства Божьего, все остальное приложится вам. И это тоже разве это обман? Нет. Будет все. Нам нужно находиться в течении Слова Божьего. Нам нужно знать, о чем Бог желает, чтобы мы молились. Если мы будем находиться в течении Слова Божьего, как в Иезакиле, сказано в 37-й главе, когда Слово из храма, как поток воды живой вытекла и куда оно не приходило, на все места оживотворялись воды, оживотворялись, происходило действие оживотворения. Пусть и в нашей жизни также то слово, которое мы получаем, то слово, которое в наше сердце проходит, чтобы действительно, как сказано в Евангелии, что реки воды живой вытекут из чрева от человека такого. То есть, не означает же, что это же говорится именно о духовном, что через нас будет происходить оживотворение, куда бы мы ни пошли. Поэтому все мы, чтобы все мы могли наслаждаться этим словом, и не только лично, но и как церковь. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами не просто искали благословения, а стали теми людьми, которым благословения приходят, и через которых благословения приходят в этот мир, чтобы мы стали источниками благословения для людей. Вот этого желает Бог, чтобы мы жили по-настоящему жизнью веры, жизнью благословений, могли наслаждаться тем, что мы чадо Божье, и все то, чего ищут люди в мире, а чего ищут? То, о чем мы и говорили в Матвея 6 главе 33 стих, что это все придет в нашу жизнь, если мы будем делать дело Божье. Поэтому, что нам необходимо с вами? Нам с вами нам нужно, чтобы Слово Божье запечатлилось в нас, и чтобы оно как бы внедрилось в нашу жизнь. И тогда, если Слово Божье будет внутри в моем разуме, в моем сердце, тогда мы будем поступать соответственно тому Слову, которое внутри нас есть. И тогда наша жизнь также будет упорядочиваться. И опять-таки, это не только наши усилия, потому что Дух Святой, Он помогает нам. Но важно, чтобы мы с вами действительно принимали Слово Божье. Чтобы мы с вами не просто эмоции какие-то или чувства или что-то, но действительно Слово Истины, Слово Божье принимали в свои сердца. И если мы действительно нам с вами прежде всего нужно получить исцеление нашего Духа и нашей Души. И тогда в результате будет происходить дальше действие исцеления наших мыслей, чувств, желаний, сердец. И это постепенно станет нашей также сущностью. И поэтому и физическая жизнь также начнет меняться, потому что наша жизнь, которой мы живем сейчас, это результат чего? Результат моих мыслей, моих слов и, соответственно, поступков и выбора, которые я делал 5-10 лет назад. Поэтому нам с вами важно сейчас, чтобы наша душа исцелялась, чтобы мы действительно могли жить верой, не впадать. Почему наши души больны? Почему моя душа больна? Потому что мы впадаем в неверие, в беспокойство, в страх. И это уже то, что запечатлилось уже внутри нас. Это как стало нашим образом жизни. и мы не осознаем это, иногда впадаем в это все. Поэтому нам нужно начать с чего? Начать с своего сердца и разума, чтобы слово Божье запечатлять себя, читать, повторять то слово. И также не просто как религиозно это делать, или просто как какие-то мантры зачитывать, нет. Осознавать, понимать, что Бог желает. То есть фокусироваться на том, что Бог приготовил для меня, желает, чтобы мы делали. Посмотрите в отношении также Моисея. Тот человек, который увидел, что важно для Бога. Посмотрите исход 14 глава 13 и 14 стихи. Что там сказано? Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он сделает вам ныне, ибо египтяне, которых вы видите, ныне больше не увидите вовек. Господь будет побороться и сражаться за вас, и вы будете иметь мир, и будете спокойны. То есть одного человека даже достаточно для того, чтобы изменить течение даже истории. И важно, чтобы мы были тем человеком, который знает, что есть желание Божье, желает находиться действовать. Потому что Бог призвал нас в удел, в дело, как 1 Петра 2, глава 9, стихо говорит, мы народ, были не народ Божий, стали народ Божий, мы избраны царственное священство, взятые в удел. Бог желает вместе с нами действовать на этой земле, через нас действовать, вместе с нами действовать. Важно, что в нас запечатлится, потому что каждый день мы живем, какой-то выбор делаем, о чем-то думаем. И в зависимости от того, что в нашей голове, в наших сердцах, мы в итоге, и наше настроение, и наше состояние меняется, что внутри нас запечатлено. Наши мысли собственные, мы впадаем и находимся в наших мыслях, либо же мы следуем каким-то словам других людей, или же еще чего-то, либо же действительно Слово Божие внутри нас. Если Слово Божие, тогда сила есть. Если Слово Божие, тогда надежда есть. Мир есть, радость есть. Вот и это не искусственное что-то, это не то, что надуманное или накрученное каким-то образом. Нет, это то, что естественным образом начинает проявляться во мне, если я искренне прихожу к Богу, если я искренне ищу, что Бог желает сделать в моей жизни через меня вместе со мной, что Бог желает, о чем Бог желает, чтобы я молился, за кого Бог желает, чтобы я молился. Если мы искренне будем к этому приходить и спрашивать у Бога, мы увидим свой талант, мы увидим то, чего мы не видим на местах действия на наших, увидим те возможности, увидим то, что внутри нас есть, увидим те возможности на местах действия, что я смогу сделать, чтобы люди могли услышать о Боге. Это всего касается и даже бизнеса, и даже любой работы во всем. поэтому мы также в церкви, почему есть Хана Саммитску, почему не просто дети, не все, конечно же, потому что тоже нужны и учителя, нужно не просто так собрать детей в церкви, сказать, чтобы мы открыли свою школу, но мы стараемся сделать так, чтобы те дети, которые учатся здесь, чтобы они с детства могли расти действительно людьми, которые испытывают в своей жизни Бога и наслаждаются. И вот дети также на прошлой неделе отправились в поехали в бассейн, там, где не только наши дети в нашей церкви, школы, но и другие там есть. Кто-то вот они встретились, там, наверное, родители, дети, общались, и вот даже не из нашей церкви, не нашей церкви, а вообще даже неверующие люди, которые не ходят ни в какую церковь, позвонили в офис школы и спросили, могут ли они отправить своего ребенка в эту школу. И когда уже общались с ними, спросили, почему вы хотели ходить отправить. И они сказали, что видят, как ведут ваши дети в вашей школе себя, какое у них состояние их мыслей, как вообще какие они, они увидели, что действительно отличаются и действительно они более спокойные. Даже как-то, не то, чтобы они не играют, не бегают, как дети, но это тяжело даже как-то объяснить, но очень какой-то мир в их сердцах есть, в то же время радость есть и не просто какая-то безумная радость или вызванная какими-то эмоциями в чём-то, но они более выглядят как бы настоящими. Почему так? Потому что у них есть духовная сила, потому что у них есть духовное содержание также. И поэтому уже вот после часок они встретились и мы общались с ними в отношении того, верят ли они в Бога, ходят ли ходили они в церковь. Ну и дальше также будем смотреть, чтобы со следующего года можно будет их ребёнок мог прийти и, конечно же, уверовав в Иисуса Христа учился в этой школе. И также общались с учителем, которые как после школы в академиях это как кружки определенные общались также. Также она дала своё такое свидетельство отношения детей, что не просто как есть, конечно, люди, которые ходят в церковь, которые добрые такие, неотзывчивые, но есть также и внутренняя духовная сила, как это что-то особенное в детях, которые уже действительно наслаждаются личными взаимоотношениями с Богом. поэтому посмотрите, в чём секрет здесь? Здесь не просто какое-то учение какое-то особенное или что-то другое. В чём секрет того, что дети, даже неверующие люди видят какое-то отличие, какое-то спокойствие, какую-то в то же время силу у них. Почему? Потому что Слово Божье, что сказал Иисус? Он говорит в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 63 стих, «Дух животворит, плод не пользует немало». Слова, которые я говорю о вам, суть дух и жизнь. То есть мы действительно молимся о том, чтобы не просто религиозно жили жизнью религиозной и приходили к Богу, когда какая-то проблема такая случается, а чтобы действительно жили Словом Божьим, чтобы Слово Божье жило в них и точно так же и в нас. И тогда действительно быть человеком, который имеет духовную силу, который понимает, кто он есть, понимает этот мир, который понимает, что необходимо делать, который с детства, уже с юности знает, выявил свой талант, способности, знает, для чего необходимо жить. Не просто гнаться за успехом, пытаться заработать много денег или еще что-то, а для чего это все. что есть моя миссия, что Бог желает сделать со мной и вместе со мной через меня. Вот поэтому нам с вами важно размышлять над Словом Божьим. Слово Божье приносит исцеление нам. Посмотрите Псалом 1 глава. Что сказал Давид в этом Псалме? И не только Давид, но особенно в этом Псалме что сказано? Блажен человек. Блажен, то есть что означает блажен? То есть это тот, который действительно счастливый и благословенный, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но второй стих в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь. Давид не только в этом Псалме, в других Псалмах он писал, что я радуюсь сердцем мое и нахожу удовольствие в том, чтобы размышлять над словом Твоим, над законом. Как мы, конечно, говорим, закон Господень это не означает только закон. Конечно же, для нас это слово Божье. И тогда что сказано? Будет он как дерево посаженное при потоках вод, которое принесет плод свой. То есть мы тогда сможем, размышляя над словом Божьим, наш мозг получает исцеление, наша душа получает исцеление. Почему? Потому что приходит осознание, кто я, приходит осознание видеть, мы начинаем видеть будущее, которое Бог приготовил для нас, мы начинаем видеть свою миссию, свое место, как бы место в том плане, свою роль, что Бог желает, чтобы мы сделали, чтобы вот это будущее, которое Бог приготовил, то будущее, которое Бог желает, чтобы оно стало реальностью, когда все люди спаслись, достигли познания истинных, чтобы живут в мире благости друг с другом, когда любовь Божья наполняет мир Божий, радость Божья. Но самое главное, спасение совершается. Вот это будущее, что я могу сделать? Где... Понимание вот этого приносит мир в мое сердце, радость в мое сердце. Что я участвую в деле Божьем, что... Я вижу, что я могу сделать и как это сделать. И я знаю, что я сделаю, потому что Бог дает силы, дает мудрость. И мы выявим наши дары, наши внутри нас, наши таланты, наши способности. Поэтому... Вот поэтому важно размышлять на словом Божьем и общаться с Богом, спрашивать Бога, общаться с Ним. Не у людей ходить, даже спрашивать, хотя это нужно, потому что мы общаемся друг с другом, но у Бога спрашивать. И Давид это всегда делал. Мы смотрим, если... Псалмы 5, Псалом 17, Псалом 118, там много псалмов, где Давид и утром, и вечером, и перед рассветом размышлял над Словом Божьим. Я, конечно же, радуюсь, когда есть люди, которые... Я вижу людей, которые размышляют над Словом Божьим, которые... И смотря на утреннюю молитву, когда приходят верующие также, и вижу, они размышляют над Словом, записывают Слово Божье, я вижу также изменения в их жизни, их жизнь становится более упорядоченной. Даже люди, которые, конечно же, и не верят в Бога, все равно утром они имеют время какого-то, как они говорят, медитации, тоже их жизнь отличается от тех людей, которые они делают. Но мы с вами не просто медитация какая-то, мы с вами размышляем над Словом Божьим. Поэтому смотрите, Псалом 5 глава, Псалом 5, 3-4 стихи, утром, также Псалом 17, 3 стих, Давид говорит о том, что ночью, также, и также не 119, «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, испытал и ничего не нашел, испытал меня, ничего не нашел, от мыслей моих не отступают уста мои». Поэтому в делах человеческих, по слову уст твоих, я охранял себя от путей притеснителя. «Утверди шаги мои на путях твоих». Это то, о чем просил Давид. Посмотрите, видите, как мыслил Давид, «И как он жил в делах человеческих, по слову уст твоих, я охранял себя от путей притеснителя, и утверди меня, шаги мои на путях твоих». И 118-й Псалом. Посмотрите, Псалом 118, 131 стих, «Открывай уста мои и вдыхаю, ибо заповеди твоих я жажду». И также 147-148 стихи, что там сказано? Там сказано, что «Притворяю рассвет и взываю на слово твое и уповаю, учит мою притворяю утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово твое». Посмотрите, Давид действительно был человеком, который, да, он ошибался, да, он даже согрешал, но Бог сказал, он человек по сердцу мой. Почему? Потому что он искал, и даже если, когда он делал что-то не так, он приходил, он исповедовал этот грех перед Господом, и результат все равно, если какие-то ошибки ему делали, приходят, но Бог не оставлял его, Бог благословлял его, потому что он знал, что важно для Бога. и он искал Слово Божье, искал голос Божий, искал получать водительство Божье. Тем более мы сейчас, когда мы уже имеем Дух Святой внутри нас. Дух пребывал вместе с Давидом, Дух Господень пребывал на нем, но мы с вами люди, в которых Дух Господень не на нас, а в нас пребывает. Тем более мы можем получать исцеление нашей сущности даже. Тем более мы можем наслаждаться силой Божьей. Потому что Откровение, также то, что сказано в Откровении, 19 глава, 13 стих, там сказано, что Иисус Христос, Он и есть Слово Божье. Поэтому Иисус Христос, то Слово, Которое мы размышляем, оно исцеляет нас. И когда мы даже Лютер опять-таки смотрим, то за какое Слово Лютер держался? Он держался за Слово Римлянам. Римлянам, 1 глава, 16, 17 стих, там сказано, что Ибо я не стыжусь благоуставания Христова, потому что оно и Силос Божья ко спасению всякого. В нем открывается правда Божья, всякого верующего. Правда Божья от веры, веру, как написано, праведный веру, жив будет. Вот это то, что поменяло его сознание. И посмотрите также пророка Авакума, 2 глава, 4 стих, там что сказано, вот душа, надмена не успокоится, а праведный своей верою жив будет. Даже в Ветхий Завет об этом пророки говорили, что праведный верою жив будет. И опять-таки, праведность это праведность то, в чем уловились иудеи, то, что они пытались своей праведностью, своей силой праведность достичь. Но праведность не от человека, не от праведного ни одного. То, что сказано в Римлянам, то, что Павел писал, потому что он понял это, что это не моими делами и праведными я становлюсь, а это праведность от Бога, праведность через веру. Поверил Бог, поверил Авраам Господу, и это вменилось ему в праведность. Бог желает не жертв, Бог желает послушания, чтобы мы слушали Его Слову, доверяли Ему, следовали. Посмотрите, также Псалом какой? 106. Псалом 106, давайте откроем. 20 стих. Послал Слово Своё и исцелил их и избавил их от могил их. Вот, что Бог желает, чтобы мы с вами держались Слово Божьего, и чтобы что мы делали? Также Псалом 118, 19, 20 стих, Псалом 118, там что сказано? Странник, я на земле, не скрывай от меня заповеди твоих истомил, и душа моя. Бог желает, чтобы мы искали Слово Божьего, чтобы принимали Слово Божье в наши сердца, чтобы действительно мы с вами могли жить жизнью, наслаждаясь Словом Божьим, находиться в течении Слова Божьего, чтобы делали на этой земле, занимались тем, чтобы вели духовное сражение, чтобы наша броня против плоти и крови, чтобы наслаждались, чтобы мы могли действительно, как сказано, всегда радуйтесь и пристанно, молитесь за все благодаря